всем привет меня зовут ли она мне 21 год в этом году в марте мне поставили диабет сахарный диабет это хроническое заболевание характеризующиеся высоким сахаром в крови всего выделяют два типа диабета это первый тип который чаще всего ставится в юношеском возрасте и второй тип уже в более зрелым некомпенсированный диабет приводит ко множеству осложнений такие как поражение почек глаз у меня первый тип изначально я заметила что начала худеть и спад пошел очень резкая за за два дня скинула примерно три килограмма потом решила уже сдать анализы не пришли результаты я поняла что нужно срочно идти к эндокринологу я пришла получила там направление на госпитализацию в этот же день я повторно сдала анализы и мой сахар достиг 28 единиц миллимоль мне говорят то что необходимо лечь в реанимацию слава богу я там пролежала всего лишь сутки они как планировалось три дня затем меня уже перевели в другое отделение где было назначено лечение пребывание в реанимации было интересно потому что в моменте как это вообще все происходило за мной спускается инвалидная коляска я сажусь сюда с меня снимают все украшения забирают телефон я стою без связи меня увозят просто на вот этом кресле что было очень некомфортно и тревожно одновременно ладно этому ну ладно самое худшее уже позади меня привозят в палате она общее было некомфортно и странно волнительно потому что не было связи с родственниками ты одна посреди незнакомых людей на протяжении суток я лежала под капельницей когда уже сахар и спадал с физрастворами мне начали колоть инсулин где я и познакомилась с этим словом инсулин это гормон который помогает поддерживать уровень сахара у здоровых людей он вырабатывается сам а те кто столкнулся с таким диагнозом им необходимо делать инъекции тощиковый сахар у здоровых людей это 3 и 3 варьируется до пяти с половиной у диабетиков обычно нижняя граница это четверку потому что потом ты можешь впасть гипогликемию а следствие гипогликемии приводят к обмороком ты можешь впасть в кому и к летальным исходам к сожалению у них не получилось приехать когда меня только положили в больницу но вот после выписки спустя два-три дня из-за того что у меня было состояние ужасное ко мне мама прилетела после звонка когда был момент у меня сахар очень сильно упал я чувствовала такое сильное головокружение что вот-вот и я где-нибудь дома до упаду я звоню маме говорю вот если сейчас упаду вызови скорую естественно как и любую мать это нагретет панику то что она начал переживать что следовательно привело к такому исходу что вам прилетела и потом уже благодаря ее усилиям получилось засунуть меня в другую поликлинику где мне полностью скорректировали дозировки где мне рассказали про диабет что вообще и себя представляет потому что до этого я не знала про соотношение еды и соотношение инсулина то что у каждого человека есть свой коэффициент когда он должен соблюдать количество углеводов и ту дозировку которую он вводит в себя моем случае у меня соотношение один к одному бывают люди у которых один к полтлора один к 0 5 и на всю еду я естественно подкалываюсь будь то фрукт будь то какая-нибудь крупа потому что есть стереотип что люди диабетики колят только инсулин когда употребляют сладкое любые продукты где содержатся углеводы они повышают сахар то есть почти вся еда какие ограничения по сейчас у меня по моему сахар падает и голова кружится кофе это действует и пипиками и так нормально если я хочу выпить кофе то я могу измерить свой сахар и потом отталкиваясь от этого количества сахара рассчитать дозировку допустим я понимаю что у меня сахар 10 это на 4 единицы выше грубо говоря нормы я учитываю что одна единица инсулина у меня понижает на 4 единиц миллимоли и плюсую к этому количество углеводов которые находятся в кофе с собой я ношу глюкометр и конечно же инсулин потому что в любой момент могу захотеть что-нибудь перекусить вообще у меня есть датчик который позволяет мне считывать в любой момент без прокола пальцев свой сахар а так когда я вожу именно инсулин и планирую подколку какую-то я перепроверяю глюкометром потому что там данные точнее и вот на них стоит опираться когда мне поставили диабет и пыталась отказаться от сладкого избегаясь еды с высоким гликемическим индексом потому что у нее всасываемость очень быстро за счет этого сахара дает резкий скачок на данный момент я научилась компенсировать некоторые продукты такие как рис могу съесть сникер с подколочкой главное все верно рассчитать если сахара будут очень низкими вот у диабетиков эта граница четверка если сахар там 38 то я подъедаю что-нибудь обычно это 15 грамм углеводов есть правило 15 на 15 то что ты съедаешь 15 грамм углеводов и если сахар не поднимается через 15 минут ты снова повторяешь эту ситуацию пока твой сахар и не будет в целевом диапазоне а последствия могут быть как обморок кома ну либо смерть на себе я заметила что я не чувствую высокий сахара и чаще всего когда высокий сахара то у тебя нет каких-то прям резких изменений ты просто как живешь не чувствуешь этого и урон наносится твоим органам и сосудам мне ампулы хватает примерно на полторы две недели а если колоть прям много дозировку то чувствительность к инсулину снижается физические активности они как раз таки увеличивают чувствительность к инсулину и если допустим я побегаю там либо займусь какой-нибудь кардио тренировкой и потом подкалюсь то инсулин подействует быстрее нежели если бы я просто сидела ничего не делал на данный момент и я стою на учет на ямале в процессе это все он а так я была прикреплена в татарстане и там обеспечение но не особо хорошие я получаю там рост инсулины 2 упаковки тест-полосок на месяц чего не хватает потому что у меня в неделю уходит примерно 2-3 упаковки в моей жизни появилось слово инсулиночным сетом потому что я раньше не имела представление что это такое впервые будто бы услышал возможно я слышала но никогда не придавала этому значения а сейчас я даже когда хожу иногда замечаю людей у которых все такие же датчики они также живут как и я потому что раньше я на это не обращала внимание моей жизни появились ланцеты глюкометр тест-полоски иголки которые меняются на ручки шприц ручки сами шприц ручки эндокринолог который мы должны появляться раз в три месяца да в целом если диабет контролировать то я могу прожить больше чем здоровый человек у моих родителей изначально был шок естественно было отрицание они прям до последнего момента не верили что это случилось со мной мама задавалась часто вопросами почему это произошло именно со мной почему как потому что в моей семье не было наследственности и диабет у меня приобретенный из-за стресса у меня подруга учиться в меди и когда она узнала что у меня сахар 28 она не понимала почему я вообще еще отвечаю телефон потому что многие люди с такими сахарами уже находятся в коме она назвала мне инопланетярина людям которым поставили диабет во взрослом возрасте я бы посоветовала посоветовала не вешать нос потому что если так судить то у них хотя бы была часть жизни которую они прожили без подколок без инъекций у них была вот эта счастливая жизнь хотя она и сейчас счастливая просто с некими изменениями быть человеком которым поставили диабет во взрослом возрасте это в некоем понимание удача потому что как я уже говорила ранее у них был период когда они могли жить без всего вышеперечисленного без инъекций они не думали о том сколько съесть что съесть а сейчас им нужно иметь силу воли чтобы как минимум выдержать паузу перед едой облизывая себя глядя на нее все против остальние а а и Субтитры создавал DimaTorzok